Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 18 апреля, суббота, и позади Страстная Седмица, и сегодняшний день, также включен в эту Седмицу, остался всего один день, вернее, даже уже меньше суток до Дня Светлой Святой Пасхи. На сегодняшний день он очень важен, как и духовная составляющая, как и смысловая составляющая, и богослужебная. Сегодняшний день тоже очень важен. День покоя, день тишины. И сегодняшняя вечерня, которая совершается утром в соединении с литургией, это вечерня, которая по своему местоположению уже принадлежит Пасхе. Вечернее пасхальное богослужение начнется с полуношницы, и затем продолжится утренней. А до этого будет вечерня, которая принадлежит уже, то есть завтрашнему дню, не сегодняшнем субботе, а воскресенье. И это вечерня Великой Субботы, которая соединяется с литургией. И сегодня, как пелось за литургией, да молчит всякая плоть человеча, время тишины и покоя. Действительно, Христос находится во гробе, и читаются особые чтения из Евангелия и из апостола. Давайте прочитаем, это первое послание к Коринфянам, пятая глава, стихи шестого по восьмой. Небольшой отрывок, вот как он звучит в русском синодальном переводе. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскую, но с закваскую порока и лукавствия, но с опресноками чистоты и истины. Небольшой отрывок из первого послания к Коринфянам, пятой главы. Всего три стиха, шестой, седьмой и восьмой. Но как много в нем говорится. И в истории церкви, если сейчас отвлечься от хронологических событий страстной седмицы, в сегодняшнем богослужении есть отголоски и многовековой тысячелетней традиции церкви. Потому что именно в этот день совершалось крещение катехуменов, то есть людей, которые прошли катехизацию, длительную, от полугода до трех лет катехизацию. И именно в праздник, как это символично, логично и правильно, в праздник Великой Субботы совершалось их крещение. Были дни в течение года, когда было принято крестить людей. Когда крещение было глубоко связано с Евхаристией и с какими-то большими праздниками, Пятидесятницы, крещение, то есть Богоявление. В эти дни крестились и в богослужении остались отголоски той богослужебной литургической памяти этих событий. И мы должны бережно их сохранять в надежде на то, что такая традиция подготовки к крещению возродится в нашей церкви. Возродится во всей полноте, как она была тогда. Хотя, быть может, приобретет некоторые новые формы, но это существенно необходимо. Не одна, два, две беседы перед крещением, а планомерное обучение всему комплексу христианских истин первоначальных, которые и позволяют человеку более продуктивно и со страхом Божиим совершать дело своего спасения в Церкви Христовой. Итак, какие же это отголоски литургические? А это когда за богослужением вместо привычного нам Тресвятого, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, поется отрывок из послания апостола Павла к Галатам. На славянском языке он звучит так. «Елицы во Христа крестистисся, во Христа облекостисся, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя». Как раз таки в этот момент новокрещенных христиан приводили в храм, и они совершали троекратное хождение со свечами вокруг центрального налоя, как это сейчас есть и в таинстве самого, в чинопоследовании крещения. И уже после этого крещения люди причащались, и Пасху Христову встречали все вместе. Какая великая радость для Церкви! Соединение всех со Христом и новокрещенных, потому что крестились и во взрослом возрасте. Люди в большинстве своем, когда эта традиция, традиция вот этого катехумината существовала так широко. И о чем сегодня нам напоминает послание апостола Павла к Коринфинам? Мы уже живем, конечно же, в новозаветное время, мы знаем и мы верим, что Христос воскрес, и поэтому наша печаль, она носит нотки скорее не той фатальной, фатального ужаса, фатального страха, который был у апостолов в эту Великую Субботу, истинную ту, которая произошла 2000 лет назад. А наша печаль носит скорее такую тихую радость о Господе. Тихую радость, которая наполнена глубокой верой и ожиданием уже надвигающегося торжества Светлого Христового Воскресения. И апостол напоминает нам, и Церковь нам напоминает словами апостола, именно как раз сейчас, что мы обновлены Христом. Он говорит о том, что, ну, здесь в контексте этого послания говорится о том, что коринфины, они слишком увлеклись своими внешними дарами духовными, внешними христианскими успехами. У них было гласолария, то есть говорение на иных языках, пророчество. То есть это такие внешние атрибуты, которые восхищали и создавали иллюзию чего-то абсолютно духовного, и как будто они уже спасены. Но у них был грех, грех кровосмешения. И апостол Павел говорит о том, что нечем вам хвалиться на самом деле. Да, у вас есть какие-то внешние дары. Разве не знаете, что малая закваска оквасит все тесто? Что маленький грех одного человека может испортить всю общину. Заквасить этим тестом пренебрежения, тестом греха всю общину, всю Церковь. Итак, и что говорит? Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, как бы вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станет праздновать не со старую закваску, не с закваску и пророк и лукасство, но с опресноками чистоты и истины. То есть мы постились или не постились, как будет сказано в пасхальную ночь в послании святителя Иоанна Златоуста, но так или иначе мы шли ко Христу, и вся Церковь, мы верим, что Церковь вся, так или иначе, ошибаясь, но двигалась дорогой поста, постилась, работала над собой, и мы призваны были очистить себя. И сейчас финальная точка, завершение этого пути, именно Христос. Не наши заслуги или успехи, потому что можно возгордиться и пасть, а именно понимание того, что нам нужно отбросить старое, мы весь пост боролись с этим старым, мы знаем, что у нас не так с нами. И теперь мы, Христовы, должны освободить себя от этой старой закваски, убрать ее. Почему? Потому что, как сказано, «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Уже нет этой старой закваски, она не нужна, нужно убрать ее. И эту старую закваску греха, по идее, мы, как тело Христова, все должны быть чисты. Это одно из важнейших условий нашего христианства, быть чистым именно духовно, чистыми от греха. Не ритуально чистыми, как это было в Ветхом Завете, потому что сейчас, как такового понятия ритуальной чистоты, практически и нету, как оно было в Ветхом Завете. А именно чистыми от греха, на чем настаивали все пророки. Итак, мы должны очиститься от греха, по идее. Но мы, каждый должен себе в этом признаться, еще находимся в этом рабстве, еще служим своим порокам и страстям, поэтому мы должны отложить их. Сейчас, здесь и сейчас, со смиренным сердцем сказать Господу, что мы откладываем эту старую закваску. Мы постились или не постились, но мы готовы отложить от себя. Вот эту внутреннюю решимость мы должны сегодня заиметь. И с таким чистым сердцем решим им отложить все, прийти ко Христу, который заклан за нас, и встретить Его воскресение, которым мы и освобождаемся от старой закваски сегодня. Мы должны встретить Пасху с опресноком чистоты и славы. И, как говорит святитель Иоанн Златоуст, для нас Пасха всегда должна быть. С этим чувством молитесь сегодня и встречайте светлый праздник Христового Воскресения. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и вишень небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова